Блокада Ленинграда Блокада Ленинграда Всех погибших только 3% погибли от бомбежек, а 97% от голода. Днем и ночью фашисты бомбили и обстреливали Ленинград. Полыхали пожары, падали на землю убитые. В город перестало поступать продовольствие, продукты. Отключили свет, отопление, воду. Наступила зима. Настали страшные, тяжелые блокадные дни. Город регулярно обстреливали с воздуха по 6-8 раз в сутки. И звучала воздушная тревога. Когда люди слышали сигнал, то все прятались в бомбоубежище. И чтобы их успокоить, по радио звучал звук метронома, который напоминал звук биения сердца, говорившим людям, что жизнь продолжается. Жизнь в городе становилась все труднее. В домах не работал водопровод. От сильных морозов вода в нем замерзла. Еле живые люди спускались на Невский лед за водой. На саночки ставили ведра, бидоны, набирали воду из проруби. А потом долго-долго везли домой. Многие падали замертво. Норма хлеба снизилась в 5 раз. Вот такой кусочек хлеба давали жителю блокадного Ленинграда. 125 грамм. И все. Больше ничего. Только вода. Итак, сегодня ребята 7-го А-класса покажут вам литературно-музыкальную композицию «Мы не стреляли». Я думаю, что вы в курсе, что 27 января, в субботу, которая прошла, была достаточно памятная дата для России. Эта дата означает снятие блокады Ленинграда. С тех пор прошло 80 лет. То есть юбилейная дата. Что такое блокада Ленинграда, я думаю, дети 8-го класса уже объясняют. Не надо, вы знаете. Этот день был действительно радостным. Потому что наконец-то это кольцо было прорвано. И можно было в город, чтобы заезжали машины с продуктами, с продовольствием. И люди Ленинграда стали свой город восстанавливать. Но то, что они пережили те 900 блокадных дней, мы с вами, конечно же, должны помнить. Знать об этом. Именно вам, будущему поколению, придется рассказать об этих днях. Поэтому вы должны об этом знать. Так, пожалуйста. Мне тебя забыть бы надо. Мне тебя забыть бы надо. Только все напоминает мне сегодня об одном. Ленинградская блокада. Ленинградская блокада. И стучащий, но устанно, ленинградский метроном. Эта страничка истории нашей страны посвящена городу крепости. Городу героев, которые так и не вошли завоеватели. Это имя как гром, как град. Петербург, Петроград, Ленинград. Ленинград сажались 900 дней. Это самое подложительное сопротивление в истории. Но они не стреляли. Их главным оружием были мужество, воля, сила духа. 8 сентября 1941 года. Город был окружен в программе кольцом. Не будем брать Ленинград приступом. Возьмем голодным и непрерывным обстрелом. Заявим на весь мир Гитлеру. Все это называется блокадой. Детский плач разломан везде. Детей не надо в городе. Не надо. Ведь Родина согреет их везде. Детей не надо в городе, Ваниловна. Боец не должен сберегать полек. Везти домой не смеет неизменно Его преследовать и ребячий голосок. И в связи с путь, из-за звания бомбы Нельзя мы слышим детских множеств. Но в убежище катакомбы Не детям бы запоминать наверх. Они вернутся в дом. Их страх не нужен. Но защитим, мы сбережем их дом. Мать будет матерью, и муж вернется мужем. И дети будут здесь, но не сейчас, потом. ПЕСНЯ На парте осталась раскрытая тетрадь. Не выпало им дописать, дочитать, Когда напарились на парах Фугасные бомбы и голод. И мы не погнали, забудем с тобой, Как наши ровесники приняли бой. Им было всего лишь 13, но были они ленинградцы. И мы от всего лишь 13, но были они ленинградцы. Нет воды, только в Неве. Запас продуктов ограничен. Булка хлеба делилась на 40 человек. 125 прав. Норма хлеба на день. Город жил и боролся. Заводы, паблики, выпускали танки, самолеты, снаряды. 38 школ. Работала без перерыва в самые трудные блокадные дни. Девчонка руки протянула, и головой край стала. Сначала думали уснула, но оказалась уныла. Никто не порадил ни слова. Лишь тихо, сквозь метельный стол. Учитель выдавил, что снова уроки после похороны. И Смирь наблюдал за ним ранее. В Европе зародилась надежда, что фашизм можно вывезти. Тогда Гидрь оповестил Смирь. Потому что Ленинград, а, сдался. В ответ из засажденного Ленинграда сейчас ефония Дмитрия Шестоборыча, названная Ленинградская. Он был из-за фонии непокорного города, который на весну не повестил. Он повестил, что город жив и будет стоять вечно. Прилетели листовки с неба на пороге отмёрзших квартир. Будет хлеб, вы хотите хлеба? Будет мир, вам ведь снится мир? Дети плача хлеба просили. Не страшнее пытки такой. Ленинградцы ворот не открыли и не вышли к Синей городской. Без воды, без тепла, без света день похож на чёрную ночь. Может, в мире и силы нету, чтобы всё это превозможь. Умирали и говорили, наши дети увидят свет. Но ворота они не открыли, на колени не встали. Нет. Мудрено лишь, что вратной работе город наш по-солдатски хорош. Пётр построил его на болоте. Но прочнее земли не найдёшь. Из трёх с половиной миллионов ленинградцев живых осталось 600 тысяч. И мы, ныне живущие, не смеем об этом позвать. Я прохожу по улицам твоим, где каждый камень – памятник герою. Вот на фасаде надпись «Отсоим», а сверху, которая добавлена, «Отстроим». Здесь нас бомбами глушили, здесь нас голодом душили. Только мы с тобой, мой город, были всё так и сильней. Нет, мы их не позабыли, нет, мы их не позабыли. Девятьсот ночи даны, девятьсот глотов.